Выглаженная форма, начищенные ботинки и накрахмаленные банты. Дошкалята и юнормейцы Чебоксар прошли парадом по Красной площади. Репортаж Татьяны Леонтьевой. Заправляйтесь. Застегнитесь. Застегиваем до конца. До начала парада час. В садике последнее приготовление. Надеть рубашки, застегнуть манжеты и ремни. Не туго? Девочкам еще нужно успеть завязать банты. Без взрослых никак. 14 воспитанников 24 детсада. Сегодня солдаты красноармейцы. Один из маленьких бойцов Илья Осипов. В строю он пройдет впервые, поэтому готовился серьезно. Учился держать спину, маршировать ровно. Заодно разучил элементы формы. Моя форма – это солдатская гимнастерка. На голове у меня пилотка. А на пилотке звезда, я знаю, что это звезда с Великой Отечественной войны. Воспитательницы много рассказывали про войну. Мы хотим, чтобы дети знали побольше о войне. Чтобы воспитать у них чувство патриотизма. Чтобы они знали, какой ценой была завоевана победа. Чтобы они могли сказать большое спасибо своим дедам и прадедам. Красная площадь Чебоксар превратилась в Пуаца. Две тысячи воспитанников детсадов. В моряков, в пехотинцев, в десантников. Вместе с малышами строим прошли и те, кому команда равнейся смирно, давно известны. Тысячи юноармейцев, ученики чебоксарских школ. На площади юноармейской подразделения гимнадий номер 5 Орленов. Каждый год мы проходим строевым маршем по Красной площади. И считаем, что это очень важно. Поскольку 9 мая это общенациональный праздник для всей России. Мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые отстояли великую победу. Принимать участие в таких мероприятиях, я думаю, честь для каждого ученика. Парад дошколят и юноармейцев состоялся уже в третий раз. Так началось празднование 72-й годовщины победы. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.